Здравствуйте, дорогие друзья! Как я говорил в предыдущем видео, видите, я достал тут из этого ящика куча у меня, просто куча обрезков кожи. И вот разные инструменты, когда-то этим занимался, наверное, видно близко. Делал браслеты, это еще заготовка осталась, вот такие, много чего я делал, брелки делал, ну а потом оказалось это все очень нерентабельно. Китайские товарищи делают это быстрее и лучше, скажем так. Ну не лучше, но, во всяком случае, быстрее и дешевле. Итак, что я сейчас хочу? Я хочу сейчас создать какой-нибудь фон из кожи, из кусочков и начать на нем снимать инструменты для кожи. И поэтому мне понадобится ну что-то такое. И причем я хочу сегодня, видите, опущен стол низко, я хочу снимать сверху. то есть чтобы это было как сейчас это модно, все так это рядочками, все кусочками, ну в общем начнем. Ну что-то такое, допустим, что кому подходит, что-то вот такое, чтобы видны были разные кусочки кожи. Так, подгоним друг другу. Так, это положим сюда, то есть желтой ручкой на черном и блестящими инструментами. Так, он уже будет двигаться. Ну пока так, пока так взял. Так, там есть такие выбивалки. Сейчас посмотрим, построим их по росту. Здесь, наверное, они вот здесь будут хорошо выглядеть. Как бы три здесь. И две здесь. Зубчатое колесико положить. Так, ну и еще есть такие выбивалочки, вырезалочки. Ага. Ну понятно. Будем двигаться, да? Так. Вот так. Ну вот ясно, что надо что-то придумывать, чтобы оно держалось. Это я сделаю. Так, еще сделаем тут, пожалуй. Ну и тут что-то требуется. Так, что у меня есть? У меня есть рубанок для кожи. Это мы можем вот так положить. Тогда у нас, в принципе, композиция у нас почти закончена. Я сейчас посмотрю, что еще у меня есть такое. Ну, у меня много чего есть, но все сразу не делаешь. Это же швари. Так. Ну и потом. Пока вот я думаю, что вот это можно уже снять, сфотографировать. Вот так, да? Это потом. То есть вот уже первый такой сделан. Сейчас настроим свет. Начнем снимать. Так, ну теперь давайте посмотрим после того, как я все разложил более-менее. То есть у меня здесь стоит, видите, дичь. И на вспышке у меня сделан мастер. Почему? Потому что у меня там этот триггер стоит. И одна шестнадцатая. Ну, это не важно. Одна шестнадцатая, одна четвертая. У вас могут быть совсем другие настройки. В зависимости от мощности, в зависимости от вспышек. Здесь слыв, одна четвертая. Сверху полудомик окружающий это. То есть идея такая, что отсюда пройдет как бы полужесткий свет. Сверху будет освещать мягкий. И чтобы не строить дальше вспышки вот такое окружение. Клюжин, как я люблю говорить, окружин. Ну, так как вот я воспользуюсь тем, что мне недавно прислали, то просто вот так нажму. И получим вот такую картинку. Вот такая получилась. Сейчас мы посмотрим по резкости. Ну, резкость. Два двадцать четыре семьдесят оброн. Вполне. Сотка никор была бы лучше, но... Так, я вот думаю, единственное, что может быть... Как-то вот... Это сравнять. Нужно это или нет? Оставить такую небольшую беспорядочность, да? Так. И сейчас еще я сделаю следующее. Как бы... Сразу буду убивать. Хочу... Все это вырезать. И дать возможность тем самым ленивым дизайнерам самим не вырезать. А вот... Я им вырежу так и быть. Пожарею гадов. Так. Здесь, здесь. Сейчас вырежем. И у меня с одного снимка сразу будет два. Что, в общем-то, очень даже производительно получится. Так. Так. Это я сделаю сейчас. Еще одну копию. Здесь, скажем, выделить область окей. Ctrl-C, Ctrl-F. Этот заменим на белый. Да. Вот так вот. Дадим такую возможность. Типа палитры что-то получается, да? Может быть, ее даже развернуть. Ну-ка. Вот так вот. Вот так вот. Ну, а почему ее нет? Одну такую сделаю, не такую. Хорошо. Осталось немножечко усилить резкость на ней. Окей. Вот так. Теперь вот здесь сведения о фарах. Найти подходящие ключевые слова и названия. И отправлять на сток сразу две фотографии. Хорошо. Ну, вот и все, дорогие друзья. Мы с вами сделали вот первую картинку. Все настроено. Теперь мне остается только менять различные. Делать композиции здесь, что очень интересно. Потому как здесь осталось еще очень много разных вещей, которые можно раскладывать как угодно и фотографировать. Я думаю, что, наверное, кожаная тема тоже будет интересна. Не только мне. Я продолжу с вами прощаюсь до восемнадцати часов, где мы увидимся на посиделках. Так что, всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok